Добрый вечер! Это программа «Восток-Запад» на канале «Ост-Вест». И мы в нашей студии в Берлине. Я Марфа Смирнова. И я, Мурс Гатман Гутнабд. И сегодня мы будем говорить о выборах. В Германии выборы уже, слава Богу, и точно позади. Мы, наконец, увидели новое правительство на этой неделе. И новые лица. Мне, кстати, очень нравится, что в правительство социал-демократов вошла Франциска Гифай, которая до сегодняшнего дня была главой Берлинского района Нойкёйна. Так почему она тебе нравится, я не поняла. Ну, она такой премьер-человек, который до сих пор работал на самом низком уровне, можно сказать, действительно, с проблемами людей. И то, что она сейчас будет министром, это хороший сигнал. Ну, вернёмся к выборам в России, где изменилось не так много, как уже шутят в интернете. 18 марта 2018 года состоятся выборы Владимира Путина. И, кстати, это не шутка, наверное. Не совсем шутка. И как на это смотрят условно русские, которые живут в Германии и которые сохранили гражданство? Гражданство, значит, они могут и голосовать. В прошлой программе мы как раз говорили уже об этом. И надо сказать, что эта тема вызвала бурю эмоций, во всяком случае в соцсетях. Идём на выборы, голосуем за Путина, потому что, ну, больше не видим никого, да, кроме Путина. Путин – мужчинка такой сильный, правильный, справедливый. И я думаю, что всё будет хорошо с Россией, да? У этого ролика, я специально посмотрел до этого, в Фейсбуке уже 135 тысяч просмотров. Но многие стали нам писать, что мы выбрали не тот район, и вообще это не объективная журналистика. Ну, тут у меня есть аргумент против. Во-первых, это не социологическое исследование, на которое нужны огромные деньги, это А. И Б, мы вообще не ставили перед собой такой задачи. Это чисто журналистский материал. Ну, я бы ещё добавил, что тут дело не только в районе, а в том месте, где ты снимаешь такой ролик. Мне кажется, что всё равно это в Шпандау, в Марцане или в Клопенбурге, если снимаешь в русском супермаркете, там всё-таки... Осторожно, Морец, я тоже хожу иногда в русский магазин. А вот интересно, наши сегодняшние гости, ходят ли они тоже в русский магазин? Сегодня у нас в гостях Дмитрий Старатиевский. А также мы позвали Ольгу Гулину, она директора Института миграционной политики. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, ходите ли вы в русские магазины? Супруга ходит, посещает время от времени в Мариенфельде. Чтобы купить что? Сгущенку? Нет, вот не совсем сгущенку, скорее вот краковской колбаски, селёдочки. Да, такое случается. Так, вернёмся, вернёмся, пока не заговорились. Мы всю эту неделю, наши корреспонденты Сурен и Люба ездили по самым разным районам Берлина. Они были не только в магазине «Морец», но и в школах, в детском садике, в художественной студии. И везде задавали один и тот же вопрос. Идёте на выборы, и за кого собираетесь голосовать? И почему? Начнём с Шарлатинграда. Да. Я думаю, что всё пройдёт гладко и победит Путин. Но он очень харизматичный, он справедливый, он честный. Ну и просто потому, что я вижу, как Россия живёт сейчас. Лучше? Намного лучше. Мы бываем каждый год там, видим эти изменения. В Москве только садимся в аэропорт и дальше летим. Мы летим на Урал, а там, конечно, изменения есть. Видим, сколько много чего строится. Как в магазинах стало, полным-полно, так же, как и на Западе, даже ещё и больше. А сыр? А сыр, вы знаете, сыр на Урале делают не хуже. Раньше мы голосовали, ну, последние разы за коммунистов, а в этот раз будем за фавориты голосовать. Про другие кандидаты я ничего не знаю. Я вижу только Путина. Он показывает себя с лучшей стороны, позитивно. Он против войны, против всех этих самых. Чтобы был мир во всем мире. Я бы навряд ли проголосовала за Путина, хотя я ничего против его политики не имею. Но просто, когда человек постоянно один и тот же, где-то, ну, я не знаю, это рутина уже. И люди говорят, всё равно ничего не изменится. И поэтому я желаю России новых перемен. Я не знаю, я бы ни одного кандидата не вижу. Скорее всего, Путин, потому что пока раз другого нет, значит, пусть пока этот. А вы думали когда-нибудь вернуться в Россию? Уже сейчас поздно, ребята. Уже сейчас всё, я эту тему даже... Вот оно, наше будущее, поэтому мы здесь. Да, Мирош? Да. Всё, ребята, а то я сейчас разревусь. Ну, что скажете, Дмитрий? Я не буду сейчас вдаваться в социологические вопросы, но действительно заметно, чем позже человек приехал в Германию, тем он более, скажем так, склонен поддерживать действующую власть в России. То есть мы видели... Поздно, наоборот. У нас, наоборот, сложилось впечатление. Нет, не больше другие ролики были смотреть. С 98-го года женщина живёт. Вот она, допустим, уже говорила о каких-то переменах, о смене лица. А 2015-го года мужчина, он был уверен, да, я просто других кандидатов не вижу. Кстати, тоже ключевой тезис. Я не вижу других, я других не знаю. Мы смотрим тогда другие ролики, то что останетесь ли вы при своём мнении. Вот про ключевую сразу, да, мне тоже стало интересно, что человек говорит, я никого, кроме Путина, не вижу. Это означает, что люди смотрят только российское телевидение, Ольга? Нет, на самом деле, как бы это такой общий тренд, он не только европейский, он и российский. Вот последние данные, исследования, обсуждения, вот последнее, наверное, Карнеги что представлял. Из всех кандидатов, которые остались из списка, население говорит о том, что единственный реформатор для России это Путин. Других кандидатур просто нет, и люди готовы за него голосовать. Нужно обсуждать почему и зачем, но как бы тенденция действительно такова. Прежде чем дальше обсуждать, давайте посмотрим ещё один ролик, тогда будет больше обсуждать. Дмитрий, это, кстати, Штеглиц. Да, это Штеглиц. Ваш район. Дмитрий, Ваш район. Скажите в двух словах, что Вы ожидаете от тех, кто из Штеглица, и что это за район, кто там живёт? В двух словах. Тяжело делать прогнозы, ожидаю 50-50. За Путина, против Путина. Да, конечно. А живёт, особенно в районе ратуши Штеглица, довольно много русскоязычных, там есть и крупный русский культурный центр, то есть есть русскоязычная комьюнити. Да, Люба Сурен мы их встретили явно. Кто Ваш кандидат? Владимир Владимирович. Почему? Ну, потому что он красавчик. Могу сказать только одно, что лично мои родственники из Новгородской области или из Новгорода за него будут голосовать четырьмя руками. Но некоторые мои однокурсники, которые более-менее подкованы, и сказали, что слишком много бла-бла, а фактов или действительности нет. Там сейчас ужасное всё состояние. Мои бывшие преподаватели и коллеги, которые 7 тысяч, конечно, это же копейки пенсия для учителя. Пусть он даже в деревне живёт, но так как он всё-таки социальный был работник, у него ни огорода, ничего, это же мизер. Вот, поэтому я не знаю, конечно, как за Путина. Я, слава богу, ни за кого. Скажу откровенно. Было бы, наверное, просто с работами там, то, наверное, никто бы из нас здесь не оказался, я так думаю. Но такая, как Собчак, ну что она может дать России, с одной стороны. Тот же Жириновский, Крикун. А больше я не знаю. А есть кто-то из ваших друзей, знакомых, кто тоже против Путина? Ну, конечно, есть. Многие. Всё-таки эта система КГБ, это самая страшная система. И выбрать президента из КГБ, я не знаю, это, наверное, нехорошо. Ну, я всегда была, вот в советское время, не знаю, я всегда голос Америки слушала. У меня мама ещё, закрыв подушкой, слушала это радио Свободу. Я всегда, не знаю, я всегда выбирала свободу, демократию. Для меня свобода, демократия, спокойная жизнь, не нападать на других наций. Поэтому я сама демократка. Ну, нету таких сильных сейчас политиков в России. Вы за кого? Путин. Почему? Нравится. Энергичный, деловой. И такой умелый в речах. А пойдёте голосовать? Здесь? Ещё не знаю. Почему? Ну, вот так. Не посоветовался с женой. Наверное, пойдём. Умелый в речах, да. Знаете, это, наверное, осталось за кадром, но наши корреспонденты потратили несколько дней, чтобы найти людей, которые на камеру бы были готовы сказать, что они собираются отдать свой голос не за Путина. Да, и в то же время те, которые за Путина открыто говорят. Вроде бы все живут тут в Германии, далеко от России, но всё равно, видимо, чего-то боятся. А чего? Внутренняя изменанка человека-то не изменилась, понимаете? Человек, выросший в условиях давления, отсутствия свободы слова, он всегда это будет нести в себе. И вот все ваши показательные примеры, то есть можно, опять-таки, задуматься, почему так люди думают. Они говорят о том, что у них есть такое, знаете, желание сильной руки. Вот так, чтобы нам сказали, мы управляли. То есть, как бы, это, опять-таки, неготовность думать, неготовность принимать решения сама. Ожидание такого, что вот царь всё решит, хорошо скажет. То есть это русская история, да, фактически, которая отложила свой след на нас. Да, но тем не менее, я рад за Штеглец. Всё-таки здесь показаны различные психообразы, или можно даже сказать психотипы. Женщина классическая диссидентка, женщина, которая колеблется, и у которой есть знакомые, голосующие и так, и так. То есть чем дальше от русского магазина, тем больше разнообразия. А пожилой мужчина какой тип? Пожилой мужчина, опять же, тоже идеально типичный, убеждённый в себе. То есть это тоже один из психотипов, но, по крайней мере, мы здесь видим всю линейку. И это уже интересно. Кстати, Штеглец, и это выскали подальше от русского магазина, снималось рядом с магазином Ледо. Наверняка вам известно. С русским магазином. Да, он был, видимо, не в кадре. Ну, давайте переместимся в центр Берлина. Следующий район — это Митте. Вы пойдёте на выборы? Нет. Почему? Не была ни разу даже. Несознательно я гражданин. И, в принципе, пока не собираюсь. Ну, я за Путина, в принципе. И я считаю, что люди, которые или народ проголосует за Россию, за Путина, это значит Россия вперёд, так сказать. Ну, это вот, знаете, вот часто бывает, если я не знаю, я вот сам на Брайтоне не был, но видел, например, часто вот в Нью-Йорке фотографии какие-то или видео о том, что люди как бы законсервированы. Вот они уехали вроде бы, видят какую-то картинку, смотрят Первый канал, ну и вроде бы неплохо, Россия встает в колен, там показывают какой-то позитив. И вот этим они и живут. То есть переехать-то они не готовы. То есть они, конечно, может быть, с удовольствием это обсуждают, с удовольствием, так скажем, критикуют оппонентов, там, этого Путина или ещё кого-то. Но переехать-то они не готовы. Кто переезжает-то? Единицы. То есть вернуться в Россию? Вернуться в Россию, конечно, никто не готов. А что вы думаете про кандидата номер один? Ну, поэтому я здесь. Я могу сказать, что на выборы идти, наверное, не имеет смысла, так скажем. Ну, кто хочет, пусть идёт, но кто не хочет, пусть не идёт, скажем. По-моему, какие-то кукольные персонажи с ним участвуют. Естественно, на их фоне это, как говорится, большой человек. А что, есть кто-то лучше, в принципе? Есть альтернативы? Или начнутся опять 90-е, которые опять начнутся отделения, грабёж и так далее? То есть уберут Путина, лучше не станет. Ну, я не вижу альтернативы пока из тех кандидатов, которые есть. Вы идёте на выборы? На выборы. Надо посмотреть, какие у нас планы на этот день. Если будет возможность, может быть, да, но с небольшой долей вероятности. Мне это неинтересно. Да. И я не верю в наши выборы, в дегитимность наших выборов. Что вы думаете о Путине? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я, как человек, работающий на государственном канале в России, я бы хотела избежать ответа на этот вопрос. Сейчас самый известный скульптор в России, по-моему, это якутский, может быть, слышали такой Михаил Бопов. Он из чистого навоза лепит скульптуры. Так вот, ситуация с выборами, она очень похожая. Есть некий Бопов, который слепил какие-то скульптурки других кандидатов. Кто-то, какие-то кандидаты типа Явлинского, Жириновского, они уже такие заскорузлые, застарелые, окаменевшие, да, вот, вернувшись к аналогии. Есть свеженькие, хорошо пахнущие. Ну, что лучше, Бопов или его произведение искусства? Ну, тяжело сказать, да? Выбирать между Боповым и его скульптурами я не вижу смысла. Это смешно, я понимаю, что это какой-то даже сюрреализм несколько, но с другой стороны, наверное, что-то обидное есть. Вы не видите в этом во всем русофобией? Да, сломали вы все мои теории своими сюжетами, как и по возрастной шкале, так и по времени проживания в Германии. Нет, в принципе, мы видим своего рода слепок России, потому что точно такие же дискуссии ведутся и в России. И этот опрос мог быть вполне проведен в Питере, в Новгороде, в Екатеринбурге, в другом любом российском городе. Русофобия нет, потому что есть всегда очень четкое разделение, ненависть, презрение, ксенофобия по отношению к народу и критика действующего режима. Ну, а у тех людей, которые сюда уехали, которые как раз уехали от путинской власти, бежали в Европу, у них есть русофобия? Ну, оппозиционность не является никаким признаком и не является знаком качества человека. Это лишь выражение какого-то сегмента его взгляда. Хорошо, но тогда вернемся к этому сюжету, который мы сделали на прошлой неделе. Меня поразило, что под этим постом было, не знаю, сколько сотен комментариев. И в основном это в стиле, смотрите, какое там, извините, говно живет и какие ватники живут в Марцане. Это не русофобия? Нет, это показывает о том, что люди уехали из страны, а страна не уехала из них, понимаете? То есть это вот как бы всех, кого вы опросили, большинство из людей, что сказали, я не согласен, кто был не согласен, но голосовать не пойду. То есть, понимаете, это такая типичная... Морис говорит про ролик, который был на прошлой неделе, который собрал вот эти 135 тысяч, и там было правда, не знаю, сколько тысячи комментариев, где этих людей, в общем, оскорбляли. Это еще и своего рода психологическая ловушка, это попытка самолегитимации. Я лучше, чем они. Я на стороне правды, я на стороне света и добра, а они темные и негативные. Все очень просто. Причем эти показатели плюс-минус очень быстро могут меняться. В этом проблема. Я хотел, кстати, вернуться к теме, которую вы затронули. Это вопрос о том, насколько русским нужен сильный лидер. Для наших зрителей, напомню, на этой неделе вышел доклад, совместный доклад университетов в Дуйсбурге, Кёльне, Эссене, где опрашивали условно турков и русских, которые живут в Германии. Да, спрашивали, среди прочего, как, например, русское население здесь относится к Путину. Мы вот сейчас увидим на экране график. Тут немножко сложная шкала, но объясню, что, в общем, это значит, что 67% здесь, в Германии, поддерживают Путина. И, скорее, его оценивают позитивно, то есть плюс 1,7. И другой интересный вопрос был, должен ли быть у Германии сильный лидер, даже если он будет переступать закон. Так вот, по результатам этого опроса, 30% русских были с этим согласны. Но по сравнению, только 18% немецких немцев, так сказать, без мигрантского бэкграунда, тоже так считали. То есть разница, на самом деле, небольшая. Это, по идее, не противоречит вашему утверждению, что это типично русское, что русскому нужен сильный лидер, который будет ему говорить, что делать. Я бы больше сказала, что, на самом деле, это относится к части какой-то русской культуры, отсутствию наш правовой нигилизм, понимаете. Тем, что нам нужен сильный лидер, и мы готовы простить ему преступления, законов, то, что он может подмять под себя. Это черта, которую у нас воспитывали 70 лет, и которой понадобится еще 70 лет и пару поколений, чтобы этого изжить. И тогда следующие поколения пойдут на выборы. И эта молодая девушка будет принимать решения за свою страну, и чувство гражданского долга, иметь право голосовать, она будет рассматривать как обязанность. А почему, мне интересно, почему 18% немцев так же считают? Это, да, поразительный. Для меня результат. То есть 50% русских считают, что нужен лидер, сильный лидер, даже если он будет переступать закон, но также 18% немцев. Более серьезные фундаментальные исследования, допустим, исследования фонда Эберта, либо исследования фонда Бёля вместе с университетом Лейпцига 2016 года, показывает даже еще более высокий процент немцев, которые стремятся. Да, здесь, наверное, мы не отметили, здесь была выборка 500 человек опрашивали. Это крайне мало, это крайне мало. То есть серьезные исследования, это 1500-1800 человек, и где-то 3,6 статистическая погрешность, это, скажем, канонический уровень в Германии. Исследования Бёля и исследования Эберта показывают более 20%. Немцев, которые хотят сильной руки, либо предпочитают решение силовым путем. А это все-таки что-то славянское? Потому что, например, если бы провели в Украине такой же вопрос, интересно, чтобы там, или среди украинцев здесь спросили бы, нужен ли Украине сильный лидер. Интересно, что бы там сейчас ответили? Ну, я думаю, было бы похоже. Цифры были бы примерно такие же. Меня удивило, из этого же, который вы цитировали, там более удивительно, что каждый пятый турок, который проживает здесь, он был не согласен с реформами Эрдогана. То есть, понимаете, даже при всем при этом уровне образования, прошлого бэкграунда, турки каждый пятый, а у нас каждый второй готов, кто проживает здесь, голосовать, поддерживать ту линию государственного управления, которая сейчас есть. Слушайте, каждый пятый не согласен, это 20%. Да, 21% поддерживали среди голосовавших. Да, получается, да. Это удивительно. Давайте перейдем дальше, к Принц-Лаурбергу, могу лишь сказать про этот район, то, что там очень дорого стоят квартиры. Ну, я дебаты некоторые смотрела, и смотрела обращение Путина к Федеральному собранию, и была удивлена на дебатах. Вот Грудинин, который сейчас выставляется, да, это ведь Советский Союз в какой-то странненькой форме, в искаженной форме, но это непонятно что, в общем-то. Жириновский – это вообще скандал и стыд для всей страны, по-моему. Вот. Явлинский слишком беззубым стал, немножко жалко, конечно, потому что так мне его программа нравится, его взгляды мне нравятся, все. Вот, но я не живу в стране, да, я вот с этой перспективы со своей могу только оценивать. Собчак мне очень нравится, а тот кандидат номер один, который будущим президентом, очевидно, будет. А что о нем говорить там? Ну, будет то, что будет, то, что и было, то, что и дальше будет, наверное, так же, просто по наклонной линии вниз. Я подозреваю, людей жалко, ужасно. Наверное, я бы все-таки либо за Явлинского голосовала бы, либо, может, даже за Собчак, я не знаю. За Собчак хотела выговорить, но вы видите, я спотыкаюсь языком. Ой, у меня очень пассивная гражданская позиция. Она у меня активная, может быть, в смысле помощи, там, как-то денежные, каким-то фондом деньги иногда перевести. Но в смысле политики, да, российская, она у меня абсолютно неактивная, потому что я не считаю, что в той ситуации, в которой сейчас, там можно чем-то помочь. Там как-то должно все просто взорваться и исчезнуть. И потом тогда можно попытаться что-то новое построить. А то, что сейчас происходит, очень, мне кажется, сложно. А что касается выборов, есть ли смысл идти голосовать? В принципе, я считаю, что нужно идти голосовать, попробовать голосовать, не знаю, портить бюллетени, голосовать за что-нибудь другое, чтобы хотя бы немножечко была такая история, что кто-то против. Ну вот я бы за коммуниста проголосовал, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что все-таки большая часть населения будет, если против Путина, то за коммуниста, потому что никак не за даму в дорогих очках. И поэтому тогда этот процент увеличивается. Ну и как бы демонстрирует нечто. То есть я сам из простой семьи относительно, мои родители, далекие предки были крестьянами, поэтому за него они точно не носили дорогих очков. За Грудинина? Ну, он мне дико не симпатичен, но как протест, то есть вообще-то мне еще более не симпатично. Для меня это всегда очень сложно понять, где правда, потому что немцы, конечно, всегда очень плохо говорят про русской политики. Мои родители очень хорошо, а правда должна быть где-то в середине. А за кого будут сейчас голосовать ваши родители? Ну, наверное, за Путина. А как вы относитесь к нему? Нормально. Скажите, а вы давно были в России? Я была в последний раз в России года три назад. И до этого я была почти каждый год там. И как вам? Хорошо. Холодно. Ну, мне кажется, если подытожить, что ключ ко всему это именно смена поколения. Вот эти дети русских родителей, которые живут здесь в Европе, они уже не смотрят российское государственное телевидение. Они потребляют информацию совсем из других источников и, соответственно, делают другой выбор, как мне кажется. А я не совсем уверен, давай, поэтому лучше спросим у наших экспертов, какие итоги подведете вы. Ольга, может быть, вы сначала? Мне кажется, что судьбу России будут решать не люди, которые живут здесь, и не их дети. Судьбу России и за кого голосовать будут решать граждане России, оставшиеся в стране и проживающие там. Во-первых, по их численности, по возможности влиять на ситуацию. Никогда извне разрешить ситуацию внутри было невозможно. Два вывода. Я вижу здесь не сколько людей, которые за Путина или против Путина. Это для меня вторично. Первично люди, которые умеют аргументировать, подтверждать свою позицию фактами и личными убеждениями. И те, кто этого делать не умеют, и просто слепо идут за какой-то государственной линией. И второе, мы видим людей, которые ментально остались в России, и людей, которые проживают в Германии, но интересуются событиями в России. Ольга, а вы про революцию 17-го года не забыли? Нет, вот это и страшно. Ничего нельзя решить революционным путем. Только эволюция способна продвинуть нашу страну чуть дальше, чуть лучше сделать и подарить ей прекрасное будущее. А кандидатуру на пост президента России не собираетесь? К сожалению, да, спасибо большое. Тогда, да, спасибо. Но там уже есть. Все впереди. Да. Закончим на этом. В надеживающем аргументе. Спасибо большое, Ольга и Дмитрий. Приходите еще. И на этом наша программа заканчивается. Мы с вами увидимся на следующей неделе. Увидимся ровно через неделю. Смотрите нас в фейсбуке и на нашем сайте rtvd.de. И обязательно пишите нам и комментируйте наши видео. Увидимся на новых встреч.